Микрорайон Ковалева как площадка для реализации проекта «Здоровый город» был выбран не случайно. Здесь на достаточно высоком уровне развита инфраструктура здравоохранения и образования. Есть спортивные учреждения, налажена работа коммунальных служб. Целей у инициативы много, в их числе увеличение продолжительности жизни, улучшение ее качества, повышение мотивации к занятиям спортом, а также снижение заболеваемости. Целей у этого проекта есть, их много, но самое главное, к чему мы можем привести, это сформировать у населения микрорайона, скажем так, моду на здоровье. То есть, чтобы здоровый образ жизни стал у нас приоритетом. И убедить население в том, что для того, чтобы быть здоровым, необходимо прикладывать те или иные усилия. Да, конечно, уровень медицинского обеспечения, чистота окружающей среды, определенные какие-то еще условия, это то, что должно быть и к чему мы все вместе, совместно должны стремиться. Но и еще самое главное, чтобы человек сам осознал, что здоровым необходимо быть, и это нужно, и это важно, и это необходимо что-то для этого делать. Проект «Здоровый город» – это цикл мероприятий различной направленности. Профилактических – по оздоровлению населения и формированию здоровья сберегающей среды, по улучшению условий труда на предприятиях, а также контролю за состоянием питьевой воды, воздуха и пищи. Активно включены в инициативы учреждения образования. В их числе – учебно-педагогический комплекс «Ясли сад», начальная школа номер 7. Здоровье детей – главный приоритет. С таким девизом здесь подходят ко всему, что делают. Будь то специально организованные мероприятия, такие, как, к примеру, спортивные старты или повседневная деятельность. Дети здесь с удовольствием занимаются спортом, участвуют в творческой самодеятельности, отстаивают честь сада школы на соревнованиях различных уровней. К сожалению, дети не понимают, что они должны заботиться о своем здоровье. И наша задача – их научить, то есть привить им культуру, заботиться о своем здоровье. Поэтому у нас все мероприятия направлены на то, чтобы они вели… Потому что учеными доказано, что у нас только 7-10% где-то зависит от врачей, а остальное – от образа жизни, который мы ведем. Поэтому мы стараемся ориентировать детей на то, чтобы они занимали более такой подвижный образ жизни, и чтобы именно укрепляло их здоровье. Во второй детской поликлинике проект «Здоровый город» реализуется ежедневно. Профилактические осмотры, скрининг, диагностика, определение уровня здоровья – это малая часть вклада медицинских работников в сохранение самого ценного ресурса человека. Помимо своей основной деятельности, докторам – частые гости акций, встреч и круглых столов, в ходе которых они отвечают на волнующие вопросы и делятся важной информацией. Врачи-педиатры участковые консультировали население по поводу правильного питания, ведению прикормов, по расчету индекса массы тела, по здоровому образу жизни. Ежедневно, кроме того, проводится профилактическая диспансеризация детского населения, для того, чтобы как можно более рано выявить какие-то отклонения в состоянии здоровья и дать комплексную оценку этого здоровья. Срок реализации проекта заканчивается в 2019-м, однако его промежуточные итоги подводятся ежегодно. Уже сегодня, можно говорить с уверенностью, инициатива приносит свои ощутимые плоды. Снизилась общая заболеваемость населения, отмечен его прирост, не было зафиксировано ни одного нестандартного результата при проведении лабораторных исследований. По словам организаторов, вероятнее всего, проект «Здоровый город» будет иметь продолжение. Скорее всего, мы будем продолжать развитие этого проекта после 2019 года, может, с какими-то трансформациями уже и на других территориях.